МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день! Меня зовут Юля. Я рада вас приветствовать в нашем садовом центре Гарденс. Тема нашей передачи – сад мечты. Конечно же, каждый человек индивидуален. И поэтому у каждого свой сад мечты. Кто-то любит просто хвойные растения, кто-то цветущие весной, а кто-то просто выращивает овощи. И для него идеальный сад – это огород. При создании сада возникает очень много вопросов, на которые нам сможет ответить специалист компании Гарденс Ольга Иванова. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А начнем мы сегодня разговор о плодовых растениях в саду. И в этом нам поможет Ольга. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Юля. Юль, я хотела бы обратить ваше внимание на необычную форму этих плодовых кустарников. Это крыжовник и смородина на штамбе. Они отличаются своей декоративностью необычной формой. Обычно все привыкли к традиционному кустарнику, кусту смородины, а это необычная форма штамбовая. Если у вас участок имеет небольшую площадь, то такая форма смородины или крыжовника не займет много места. Ольга, поскажите, пожалуйста, а как осуществляется уход за такой смородиной? Наверное, очень кропотливой? Нет, смородина не прихотлива в уходе. Единственное, что она требует этого освещенного места, чтобы на нее попадало много солнца. Еще одно из преимуществ этой смородины – то, что ягоды намного слаще и вкуснее, чем у обычной традиционной смородины, потому что такое небольшое деревце получает больше света, и она также меньше подвержена болезням, потому что побеги не соприкасаются с землей. Ольга, подскажите еще такой вопрос. Куст будет еще шире становиться? Да, конечно, побеги будут отрастать. Прирост, годовые приросты составляют где-то 15-20 сантиметров, поэтому стрижку можно осуществлять ранней весной, но можно будет сформировать крону шарообразную, допустим, а также нужно будет вырезать засохшие или больные побеги на такой смородине или крыжовнике. А штамп у нее будет становиться шире или он такой же останется? По высоте штамп останется таким же, а в диаметре он немного увеличится, да. А сколько можно собрать урожая с такого куста? По сравнению с традиционной смородиной, здесь, конечно, будет больше урожай. Килограмма полтора-два с куста вы будете собирать летом. Да, Ольга, это необычное растение, и, честно говоря, я себе хочу приобрести такое растение на участок. Я вас, Юль, понимаю, потому что действительно форма необычная, и я думаю, гости, приходящие к вам в сад, наверняка обратят на нее внимание. Ольга, а что же делать тем участкам, которые мало освещены, которые находятся в полутене? Они же тоже хотят, чтобы у них были плодовые растения. Да, Юль, конечно. Если участок находится в лесной зоне, нужно выбирать те невыносливые плодовые кустарники. Таким кустарником является черника щитовая. Ее еще называют голубика. Пойдемте, я вам его покажу. Пошли. Как правильно определить освещенность или тенистость той или иной зоны сада? Эти показатели определяются длительностью и интенсивностью солнечного света, который сад получает. При этом степень освещенности и тенистости одного и того же места меняется в зависимости от сезона. На нее влияют такие факторы, как высота солнца, длительность светового дня, присутствие листьев на листопадных деревьях. Длительность светового дня имеет ключевое значение для цветения некоторых растений. Так называемым растением длинного дня, таким как гвозди, как левер, для цветения требуется более 12 часов света в день. Растением короткого дня, хризантемам, менее 12 часов света в день. Давайте определимся в некоторых ключевых понятиях. Полное солнце – это более 3 часов прямого полуденного солнца в день. Полутень – это около 3 часов прямого солнца утром или вечером с тенью в середине дня или хорошая освещенность без прямого солнца в течение всего дня. Тень, тенистые зоны, полная тень – около 3 часов прямого дневного света в середине дня и ограниченная освещенность все остальное время. Ну а разреженный свет, разреженная тень – это солнечный свет, проникающий в течение всего дня сквозь негустую листву деревьев или другое частичное препятствие. Ольга, поскажите, чем же надо удобрять голубику, чтобы она плодоносила больше? Голубика, как вы сказали, или черника любят кислую почву, поэтому подкислить почву можно, добавив кислый торф, а если у вас необходимо раскислить почву, то добавляют или известь, или доломитовую муку. Я так понимаю, в принципе, больше никаких удобрений не надо уносить. Самое главное – это чтобы почва была кислая. Ну, весной вы можете подкормить чернику азотными удобрениями, ну, конечно, с небольшим содержанием фосфора и калия. А как зимует голубика? Зимует хорошо, потому что все сорта, которые мы привозим, они обладают высокой зимостойкостью и хорошо переносят нашу зиму. А укрывать не надо это растение? Нет, в укрытии черника не требует укрытия. А подскажите, Ольга, а когда я смогу получать с этого куста урожай? Юль, ну, если вы покупаете у нас такой уже взрослый куст черники, вы сами видите, что здесь уже есть ягоды, поэтому сразу посадив, ягоды будут зреть, и вы сможете попробовать урожай уже в этом же году. Ольга, а подскажите, а какие бывают еще штамбовые формы растений? Юль, лиственные деревья тоже бывают на штамбе. Вот, например, это клён астролистный, сорт называется Кримсон Центри. Он отличается ярко-красной окраской листвы. Он декоративен тем, что весной у него появляются желтые соцветия, и очень необычно смотрится сочетание желтых соцветий и красной листвы. Этот клён достаточно высок, он достигает высоты 8-10 метров. Форма крона у него колоновидная. Также из краснолистных сортов клёнов у нас есть сорт Ройл Ред. Пойдемте, я вам его покажу. Этот клён тоже имеет ярко-красную окраску листвы. Достаточно высок, и листва сохраняют свою окраску в течение всего лета. Ольга, а подскажите, а какое место на участке предпочитает этот клён? Солнце, тень, или он может и там, и там расти? Этот клён предпочитает солнечные места. Это важно, потому что окраска листьев, его сохраняется именно на солнце. В тени цвет листьев будет бледнеть. Оля, вы не подскажете, а чем всё-таки отличаются Кристом Центры и Ройл Ред? Потому что на первый взгляд они, в принципе, одинаковые. Ну да, действительно так, но они отличаются формой кроны, потому что Кристом Центры более колоновидная форма, а Ройл Ред, он более широкий. И по размеру листьев, то есть у Кримсон Центры листья более маленькие. Ольга, а подскажите, а как ухаживать за такими деревьями? В принципе, эти клёны неприхотливы в уходе, но в первый год посадки рекомендуется подкормить их азотсодержащими удобрениями и, конечно же, поливать. И ещё раз хочу отметить, что этот сорт клёна астролистного любит солнце. Ольга, а что же делать таким участком, который не позволяет место сажать большие достаточно растения? В этой ситуации помогут декоративные деревья штамбовой формы, потому что штамп уже не будет расти по высоте, а будет нарастать у такого растения только крона. Здесь я могу порекомендовать липу мелколистную Winter Orange. Эта липа отличается зелёной окраской листвы, которая сохраняется летом, а осенью она становится ярко-жёлтой. Ещё примечательная особенность этой липы то, что молодые побеги ярко-оранжевого цвета. И что самое интересное, эти ярко-оранжевые побеги остаются яркими и зимой, когда липа сбрасывает свою листву. Это смотрится очень декоративно в зимних садах. Ольга, я так понимаю, что штамп остаётся такой же, только нарастает шапка. А надо будет на следующий год после посадки её как-то формировать? Или трогать не надо, она, естественно, нарастает? На следующий год можно удалить побеги, которые загущают крону. Также можно вырезать больные побеги или засохшие. А так, в принципе, такая форма не нуждается в сильной обрезке, потому что помимо липы есть и другие деревья, например, клён астролистный глобозум, который сохраняет свою шаровидную форму на протяжении всего времени и не требует сильной обрезки. А для сада можно подобрать, в принципе, любую высоту штамбы, я так понимаю? Да, конечно. В питомниках выращивают растения на штамбах разной высоты, начиная от метра и до двух метров может быть штамп. Ольга, вы знаете, мне очень нравятся сады непрерывного цветения. А что бы вы могли посоветовать, какие растения для такого сада? Мне кажется, такой сад не обойдётся без гортензии. Давайте я вам её покажу. Нужны ли кустарники для сада на даче? Или можно обойтись без них, украсив участок лишь деревьями и цветами? На самом деле кустарники очень важны для создания общей ландшафтной композиции. Декоративных кустарников множество, и у каждого уникальная красота. Поэтому порой бывает сложно остановиться на каком-то одном. Но, несомненно, королевой кустарников можно назвать гортензию. Юля, а вы знаете, что означает слово гортензия в переводе с греческого? Нет, ну было бы очень интересно послушать. Гортензия означает сосуд с водой. И это отражает главное качество гортензии. Гортензия очень любит влагу. Ольга, это получается, гортензию надо всегда поливать? Нет, достаточно посадить гортензию в тени, и она не будет требовать частого полива. А какие вообще виды бывают гортензии? Гортензия бывает древовидная, метельчатая, крупнолистная, черешковая. Мы привозим именно те гортензии, которые хорошо себя чувствуют и хорошо зимуют в наших климатических условиях. Это древовидная гортензия, сорт Аннабель. Высота этого сорта достигает полутора метров, а в ширину она разрастается до трех метров. Все гортензии отличаются длительностью цветения. Эта гортензия начинает цвести с начала июня и до поздней осени. Немаловажно, что эта гортензия будет сохранять свою декоративность и осенью даже в сухом состоянии. Ольга, а расскажите, а как ухаживать за гортензией? Гортензия предпочитает почвы кислые или слабо кислые. Подкармливать гортензию лучше специализированными удобрениями, где уже сбалансированный состав минеральных веществ. Бытует мнение, что обрезку гортензии нужно осуществлять осенью, но мы рекомендуем осуществлять обрезку ранней весной до сокодвижения. Ольга, а что это за замечательное такое растение? Неужели это тоже гортензия? Да, Юль, это гортензия черешковая, это лиана. Она пришла к нам с Дальнего Востока. В наших климатических условиях она достигает высоты трех метров. Такую гортензию можно использовать в озеленении беседок, пергол или ограждений. Также многие дизайнеры ее используют как почвобакровное растение. Ольга, а где лучше сажать это растение? Гортензия черешковая выносит сильное затенение, поэтому ее лучше посадить в тени. Ольга, а как же цветет эта гортензия? Эта гортензия цветет в июне, сейчас она уже цвела, соцветия у нее щиткообразные. Но они не такие плотные, как у древовидной гортензии Аннабель, но тоже достаточно красиво. Ольга, а насколько прихотлива эта гортензия в уходе? Эта гортензия предпочитает кислые почвы, подкармливать ее нужно ранней весной специализированными удобрениями. И в первый год посадки, перед зимой, можно замульчировать корневую систему и укрыть мешковины. Юля, а сейчас я бы хотела вам показать мой любимый сорт гортензии метельчатой ванилы фрейс. Юля, это моя любимая гортензия ванилы фрейс. Этот кустарник достигает 2 метров высотой, отличается очень плотными соцветиями. При распускании они белые, а к осени они розовеют, приобретают розовую окраску. Эта гортензия цветолюбива, но хорошо себя чувствует в притененных местах. Она любит влажные почвы и хорошо дренированные. Эта гортензия хорошо переносит стрижку. И из метельчатой гортензии можно формировать штамбовые формы. А штамбовые гортензии будут отлично смотреться в саду регулярного стиля. Какая интересная гортензия, какие соцветия. Как называется этот сорт? Этот сорт называется Вимс Ред. Он отличается рыхлыми соцветиями. Вообще все метельчатые гортензии отличаются тем, что сначала они белые соцветия, а потом к осени они начинают розоветь. И именно этот сорт начинает розоветь раньше всех. Ольга, вы знаете, мне очень понравилась эта гортензия, но я не совсем понимаю, с какими видами растений я ее могу сочетать. Юля, давайте я вам сейчас покажу на примере. Давайте. Декоративно-листные и другие кустарники являются прекрасной палочкой-выручалочкой в саду. Они позволяют в короткие сроки решить различные проблемы. Придать объем саду, создать живую изгородь, закрыть непривлекательные заборы или постройки, разделить сад на функциональные зоны, украсить вход в дом, придать акцент газону. У них есть значительные преимущества по сравнению с другими декоративными растениями. Высаженные один раз, они требуют сравнительно мало ухода, а декоративность сохраняют на протяжении долгих лет. Имея разнообразную форму и окраску листьев, кустарники помогают создавать прекрасную композицию в вашем саду. Юля, здесь мы составили композицию из гортензий. В этой композиции мы использовали сорт гортензий метельчатой «Вимс Ред» и карликовый сорт гортензий «Бомб Шелл», который достигает высоты не больше метра. Также мы подобрали рододендроны, которые любят кислую почву и, так же, как и гортензии, могут расти на тенистых местах. Рододендроны цветут ранней весной, в мае, поэтому гортензия будет их сменять. Гортензия цветает в июне, поэтому будет смена цветения. И эта композиция будет выглядеть очень эффектно. С гортензией хорошо сочетаются можжевельники. Мы выбрали сорт скального можжевельника «Монглоу». Он отличается своей голубой окраской. И на переднем плане мы использовали можжевельник «Блю Чип», который также будет перекликаться со скальным можжевельником своей голубой окраской «Хвои». Для яркости композиции мы добавили многолетники. Это гехера. У нее красный лист, который сохраняет свой цвет все лето. Ольга, а поскажите, а можно самим составить такую композицию? Или надо каким-то специальным навыками обладать? Ну, я думаю, если есть вкус, то, конечно, можно составить такую композицию самостоятельно. Но, придя в наш садовый центр, вы можете получить консультацию наших специалистов, которые хорошо разбираются в растениях и помогут подобрать те растения, которые будут хорошо сочетаться и по своей форме, и по окраске. Ольга, а поскажите, а с чего же все-таки начать при составлении этой композиции? Ну, прежде всего, нужно посмотреть на свой участок и выбрать то место, где вы хотите создать композицию. Нужно понять, какое освещение в этом месте, какая почва. Ну и, конечно, посмотреть по каталогу, какие растения подойдут для ваших условий. И выбрать те растения, которые вам наиболее нравятся. Юля, эта композиция выполнена в пейзажном стиле. Давайте сейчас мы вам покажем, как можно сделать композицию в регулярном стиле. Давайте. Юля, здесь мы выполнили композицию в регулярном стиле. Мы использовали штамповую гортензию сорта Гранди Флора, а также делали живую изгородь из пузыреплодника. Такая композиция не требовательна в уходе. Единственное, что нужно каждый год будет подстригать живую изгородь на ту высоту, которая вам больше нравится. Ольга, вы знаете, очень интересное решение в ландшафтном дизайне. Я обязательно использую это в своем саду. Я думаю, даже многие телезрители. Ольга, а подскажите, а живые изгороди можно делать только из пузыреплодника? Для изготовления живой изгороди подойдет дерен. У него есть различные сорта, которые отличаются разной окраской листвы, и он отлично стрижется. Из хвойных растений тоже можно делать живые изгороди. Для этого подойдет туя и ель обыкновенная. Ольга, вы когда рассказывали, вы сказали, что можно сделать живую изгородь из ели. А ее как-то надо специально выращивать? Действительно, в этом году прослеживается такая тенденция, и многие дизайнеры сочетают розы с хвойными растениями. Пойдемте это посмотрим. С удовольствием. В этой композиции мы использовали такие хвойные растения, как ель колючая глаука глобоза. Она отличается своей подушковидной формой. Можжевельник скальный, блю эру. У него интересная окраска хвои, голубоватая, которая будет перекликаться с можжевельниками горизонтальными, сорт блю чип. Это стелящаяся форма можжевельника. Розы мы использовали чайно-гибридные. Мы добавили и белого цвета, и ярко-красные розы, что придает композиции яркие пятна. Хорошо с розами сочетаются такие многолетники, как лаванда, котовник. Поэтому впереди мы можем подбить эту композицию котовником. Давайте это сделаем. Давайте попробуем. Я думаю, розы с котовником будут гармонично смотреться. Ольга, подскажите, пожалуйста, здесь большой выбор растений. А как же правильно осуществлять уход? Они же все достаточно разные, индивидуальные. Да, действительно. Но если мы говорим о хвойных, то они не требовательны к уходу. Поэтому укрытие на зиму не нужно. А что говорить о розах, то они, конечно, требуют укрытия. Поэтому на зиму лучше корневую систему замульчировать, а сверху розы накрыть лапником. Они прекрасно перезимуют в этом состоянии. Ольга, подскажите, как готовить к зиме? Чайно-гибридные розы понятны. Их надо укрывать лапником. А что же нам делать тогда с розой на штамбе? Да, у многих существует мнение, что розу на штамбе нужно оставлять в вертикальном состоянии и укрывать именно таким образом. Но я все-таки не советую. И лучше прикапывать корневую систему и наклонять штамб розы ближе к земле. И только после этого ее укрывать лапником или же специальным укрывным материалом или тонкой мешковиной. Ольга, спасибо за совет. Информация очень полезная. И, надеюсь, нашим телезрителям она поможет в создании сада своей мечты. Пожалуйста, я надеюсь, что наши советы помогут нашим телезрителям. Уважаемые телезрители, наша передача подошла к концу. Сегодня мы вам рассказали о плодовых культурах, лиственных деревьев и цветущих кустарников, на примере которых мы вам показали использование их в композициях. Если у вас остались вопросы, я с радостью вас приглашаю к нам в садовый центр «Гарденс», который находится в поселке Лесной городок Одинцовского района. Спасибо, до свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!